Всё-таки вот Баулин и Шумилов, вот как они повлияли на вашу карьеру писательскую? Так вот, это я немножко отвлёкся, значит, как уже я работаю. Это я работал в «Сталинском Соколе», а Баулин, то есть вот я хотел сказать, что я уже пришёл туда из «Центральной газеты», и меня уже знали многие читатели были у меня. Но иду, вы, если читали «Последний Иван», то там видели, как я шёл почти на бред коленей. Если можно, перескажите чуть-чуть, потому что это очень занимательный, так сказать, занимательный момент, вот, и... Ну да, что вы ощущали, может быть, мы что-то ещё... Да, вот, ну приходишь, разный, другой вообще на тебя не смотрит, говорит, я вас не знаю. Несмотря на то, что они знали, что вы должны прийти и каким-то образом, так сказать, представиться, да? Ну не знаю, я за вас голосовать не буду. Ну и вот, спасибо, и ухожу. Иду я, значит, написано. Отдел советского строительства. Это же орган советской власти, известие. Орган Верховного Совета. Значит, член ряд коллеги Севриков. Ну, захожу, красавец сидит, значит. Я ему говорю, что вот, Константин Иванович, я... Хотел бы работать у вас. Так я поклонился. А я хотел бы работать императором Эфиопии Хайли Селаси Первым. А в это время у нас с визитом был Хайли Селаси. Ну, я сегодня стою перед ним. Голосовать за вас не буду. Он русский человек. Но женат на еврейке, наверное. Но женат на еврейке, наверное. Женат на еврейке. И чулки у нее красные. Суламив ее зовут. И так все. А потом я зашел к начальнику кадров. Я говорю, никто меня не хочет принимать. А я говорю, ничего. Примет Баулина. Он решает все. Ну, вот я прихожу к Баулину. Встает на встречу. Говорит, о, говорит. Русская физиономия. Как это у нас? Редко, говорит. Ладно. Я, говорит, кое-что знаю о тебе. Ничего не рассказывай. Будешь работать. Завтра выходи на работу. Вот так я стал. Александр Григорьевич Баулин. Может быть, Николаевич. Я вот это боюсь. Пусть меня извинит читатель давно. Ведь это было полстолетия. Но я обязан этим двум человекам. Николаю Дмитриевичу Шумилову и Баулину. Что касается Шумилов, я о нем рассказал уже? Нет, еще пока не рассказали. Нет. Пока только про Баулина. Про Баулину. Но Шумилов, это отдел, в который меня он приглашал. Промышленный отдел. Он раньше был редактором Ленинградской правды здесь. И потом он был первым секретарем Ленинградского горком партии. А после этого он пять лет отсидел в одиночке по Ленинградскому делу. Что это за дело было, это и сейчас темно. Сейчас мы, конечно, все почти догадывались, в чем дело. И наше мнение, если мы дружеские беседы сходилось. Дело в том, что Ленинград давал очень хороших людей в Москву по отличие от нынешнего положения. Он дал Козлова Фролу Романовича. Он дал у Изнесенского на председатель Госплана. А раньше он был председателем горплана здесь. А у Изнесенского написал книгу толстую. Политэкономия социализма. А у Маркса – политэкономия капитализма. Берия показал эту книгу и говорит, вот кто претендует на ваш пост. Сталин написал, как рассказывали, очень мелким шрифтом – «Расстрелять». И Вознесенского расстреливают. Это грузинское начало в нашем царе. Ну, этим двум человекам я готов. Я им обязан, чем что вышел на большую дорогу большой журналистики. – Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, еще про тех национальных литераторов, с которыми вам приходилось работать. Потому что, например, ваш друг Игорь Кобзев, он практически неизвестен современному читателю, поэту Игоря Кобзева. Существуют силы, которые уводят всех по-настоящему хороших поэтов, которые возвеличивают русского человека в тень. И, наоборот, выдвигают на передний план тех, кого поэтами называть сложно, они скорее рифмоплеты. Борисе Ручьеве, Выкоре Кобзеве, Владимире Фирсове. Что вы можете сказать о этих людях? Что в них общего? И как отдельно судьба у них складывалась? – Я представляю отряд литераторов русских, которые работали во второй половине 20-го столетия. – Это после окончания войны, ну и до нынешних демократических дней. – Вот. История, то есть, судьба так распорядилась, что я не был где-то в сторонке, там, и прочее. А что я был все время на Юру. То есть, ну вот работал с Василием Сталином. Вот. Потом, до этого, нет, как это тут по времени-то. В 1953-м я с Василием. В 1951-м. А в 1953-м умер его отец. И его, значит, посадили в тюрьму. Василий Сталин. Конечно, ни за что. Мне сказали на ухо, кто-то понимал, ты входил в окружение Сталина, Василия, а его вот замели за методы всех вас. Так что ты готовься. Я иду домой. Никому я не нужен. ни в газете. Ну, газету, кстати, тоже расформировали Сталинский сокол. За Сталинский ее, значит, уничтожили газету. И Васи нет, Сталинского сокола нет. Я иду домой. Уже меня не везут на большой машине. прихожу домой. Прихожу Жена на работе. Она работает кассиром в аптеке. Приходит ко мне из Сталинского сокола еврей фридляндский и говорит, ты хочешь жить? Я говорю, ну, кто в наше время, в наше с тобой время, в котором тридцати лет не было, не хочет жить? Ну, говорит, вот, я могу тебе устроить в Париж. Там тебя примет человек и ты, говорит, будешь пользоваться тем, что ты был помощником Сталина. и ты будешь, говорит, выступать на любых там общественных сходках, будешь получать огромные деньги, ты будешь преподавать в университетах, тебя будут как медведи показывать. Вот. Я говорю, а если я не приму и не поеду? Он говорит, что если ты не поедешь, то вот завтра тебе скажут сиди дома и жди вызова. Ну, вот. Действительно. Я говорю, нет, я не поеду никуда. На следующий день мне звонят ты дома, дома. звонят из генштаба. Никуда не выходи, мы тебя позовем. Я говорю, что ни ночью, ни днем, да, ни ночью, ни днем, никуда не выходи. Иначе мы расценим это нехорошо для тебя. и вот я нахожусь в положении, когда взвели курок и вот-вот выстрелят. Прямо скажу, положение не важно, это страшное положение. Но я находился под этим положением что-то дней 10 был следователь Николай Николай Федорович Чистяков. Следователь по чрезвычайно важным делам. упек Сталина и его ближайших тоже помощников. Вот я ждал. Вызывают меня и говорят в Румынию поедешь, там наша газета Советская Армия, будешь специальным корреспондентом. Ну я поехал. Это уже началась другая моя так сказать история моей жизни. Вот я только интересный эпизод могу как мне кажется рассказать, что 10 дней я ждал, когда меня вызовет мой палач Николай Федорович Чистяков, генерал-лейтенант. Но он меня не вызвал. Но фамилия я его запомнил. И вот я работаю в известиях, то есть я работаю в общем там узнали. Потом я кончаю литературный институт, потом работаю в известиях, потом ухожу отсюда, работаю в этом самом в издательстве, отсюда гонят. Меня не увольняют, но сам ухочешь. И вдруг звонок. Иван Владимирович, да, вам звонит генерал Чистяков. Я говорю, Николай Фёдорович, да, Николай Фёдорович, я похолодел. Я думаю, когда достали меня, мне было совершенно ясно, что я так же сгину, как сгинули там другие люди. Вот. Вася в тюрьме сидел, потом в Казань уехал, там его извели. и вдруг Чистяков. Я говорю, слушаю вас, товарищ генерал, мне надо с вами встретиться. Я говорю, когда и куда прийти? Он говорит, Иван Владимирович, не я вам нужен, а вы мне нужны. Я приеду туда, куда вы скажете. Я сказал, в квартиру. Приезжает мужчина, красавица, интересный, умный, хороший. Говорит, вот мне поручили написать книгу о строительстве Каракумского канала. А нет, нет, забыл о другом. Я несколько книг написал не за своей фамилией. Мне сказали, что заграница, заграничный пресс говорит, что органам надзора в СССР зажимают рот, они не пишут книг, а они там пишут. Ну, вот, решили у нас тоже написать, но поручили мне. Ну, я какой писатель? Мне предложили ваше имя, помочь мне. Пожалуйста, я говорю, да, пожалуйста, буду помогать. Обрадовался страшно. Вот. Теперь, значит, конечно, я им не говорю, что я вас ждал там, прочее. Вот, ту историю как бы забыл. Не вспоминая я Васю, ну, что я могу сказать, он выполнял чью-то роль, я же понимаю. Да. Ну, вот, значит, кончились, написали книгу и как с Василием ее задержал Андроков. Вот, задержал Андроков и держит, и не дает. Я тогда звоню Андрокову. То есть, нет, я звоню его заместителю Цвигуну, вот, тому, кому Шевцов звонил. Алексей Кузьмич Цвигун, генерал-полковник, заместитель начальника КГБ. Начальником КГБ был Андропов. Я ему говорю, Алексей Кузьмич, вот, если бы вы пришли получать зарплату, а вам бы ее не выдали, вам бы это понравилось? А он говорит, нет, это бы не понравилось. Вот, нам с Чистяковым тоже не понравилось, вы работали, а деньги не даете, не дают. Он говорит, ладно, дадут вам деньги, надо работать, спасибо. Я не знаю, как она решится, но это уже вопрос времени, а денег получите. Да. Я говорю, спасибо, до свидания. Через два часа звонит генерал, начальник, в этом самом году. Говорит, Иван, ты что, с ума сошел? Я говорю, а что? Ты куда телегу-то покатил на меня? И самому цвигуну? Разве так можно с друзьями поступать? Я говорю, ну я просто сказал, что гонорар не даете? Да какого черта? Откуда я знал, что тебе не дают гонорар? Приходи, я вот сейчас при мне выпишу и отдаду все. Ну я приезжаю, значит, все это близко. Он вызывает начальника гонорару. Та дает деньги. Я смотрю, значит, ну как издатель, я понимаю, что гонорар этого не бывает. Вот, за книжку сравнительно небольшую мне что-то такое значит, выплачивает тысяч двенадцать. А двенадцать это после реформы шестьдесят первого года. Это сто двадцать вчерашних тысяч за это самое. Чтобы узнать, что такое сто двадцать тысяч, моя жена кассиров получала восемьдесят рублей. Вот представляете? Да, я говорю, я говорю, мы получаем из полу. Я половину, и он половина. А генерал говорит, ты не беспокойся за этого самого, за Чистяков. А Чистяков его называли за спиной, конечно, главный крючок страны. Это начальник разведуправления всей страны. не беспокойся за него, мы его не обидим. Я говорю, ладно. Забыл весь гонорар и так далее, и уехал. Так, значит, вот такие эпизоды, что ли, ну, вы спрашиваете, как мне с ними работалось, жилось. Вот так, чтобы назначили и работал я десятилетий, такого не было. Поработаешь ты, обязательно тебе время сковырнет каким-нибудь образом. Но работа, прямо скажу, была все время хорошая. В известиях я попал от одного великого князя царского, человека к другому, который был зятем Хрущевым. Очень быстро становлюсь самым активным участником подготовки хрущевских рассказов, этих докладов. каким образом? Хрущев делает поездку по Урал, Казахстан, на целый месяц у него поездка была. И вот в Свердловске ночью мы сидим, ждем, когда он выйдет от себя и скажет, что подготовленный нами доклад он одобрил. Ну, вышел. Этот подготовленный нами доклад бросил на в лицо и говорит, возьмите, сами читайте такую чушь, чтобы я это читал. А в другой руке держат три странички. вот, говорит, три странички, которые я могу прочесть. А это все, говорит, ерунда. Я не буду это читать. И ушел. Три страницы взяли, а их я написал. Я Джубей понял, что самый последний мы должны с ним он со мной должен отрабатывать. И так я на все 10 лет. То есть именно ваш талант везде он развел? Талант это мой стиль, речь. Причем я обязательно страницы не делаю, чтобы не было там какого-нибудь эпизода, высказываний каких-то древних. понимаете, я обязательно он потом от Джубей говорит, вот, надо писать весь доклад, что кто-то умеет у вас, а кто это писал, ты что ли? Но я не знаю, чего он ответил. По крайней мере, со мной Хрущев не здоровался, так и после этого не здоровался. он ни с кем не здоровался. А Джубей вас, так сказать, в связи с этим держал рядышком и везде все, так сказать, через вас пропускал, Мартиру, понимаете, я получил. Вот, я получил знак почета, вот, высокую должность, самую высокую, обозреватель, извести, персональный автомобиль. Вот, работал. Так что, вот, как скажешь что-то. Спасибо.